МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кумертау с рабочим визитом посетил депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Сергей Афонин. Депутат посетил готовящуюся к скорому открытию ледовую арену города. Это заведение состоит в ряду топовых объектов. Это топовый объект и для города он является одним из главенков. Как в свое время центр детского творчества был. На ледовой арене будут созданы все необходимые условия для занятий конкобежными видами спорта, например, для хоккея, а также ледовых шоу. Строительство ледовой арены в Кумертау ведется в рамках республиканской программы «100 объектов к 100-летию Башкортостана». Затронул Сергей Афонин и вопрос реконструкции стадиона «Шахтер». Я сказал и буду говорить, никогда мы не должны успокоиться, пока мы не доведем наш стадион «Шахтер», и тогда уже эта линейка всех спортивных сооружений будет в городе завершена. Но здесь еще предстоит большая работа. Считаю, что открытие сегодня того объекта, о котором мы с вами говорим, должно уже послужить началом большой работы, которая должна быть сделана по нашему стадиону «Шахтер». Также в ходе поездки Сергей Афонин посетил «Кванталаб Кумертау». «Кванталаб» – это платформа для создания нового российского образовательного формата для детей в области инженерных наук, основанного на проектной командной деятельности под руководством компетентных наставников. Встречал высоких гостей необычный символ «Кванталаба» – робот Борис. В ходе экскурсии депутат познакомился с площадками «Кванталаба» и оценил их техническое оснащение, а также пообщался с юными инженерами. 3D-принтеры, авиамоделирование и программирование – все площадки связаны между собой. «Здесь они работают над проектом, например, дальше в другом «Кванте» они могут для этого проекта изготавливать какой-либо макет, в следующий раз они могут упрограммировать этот макет, все они взаимодействуют с мерцом». Особенные впечатления от шлема виртуальной реальности. «А вот сейчас вижу картинку робо-регал, вижу, когда регал, а вот сейчас что-то пошло у меня». «Кванталаб» станет структурным подразделением Центра детского творчества. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий. «Кванталаб» позволит детям нашего города творчески и технически развиваться. «Я думаю, что с города Кумертау для России в целом будут выходить талантливые дети, которые, в общем-то, будут давать хорошие проекты, хорошие решения. Поймать то время, когда нужно давать то современное наполнение – это тоже большое умение. В городе это сделано. И сегодня, я думаю, что ребята многие задумаются лишний раз ездить куда-то в другой город, провести субботу, воскресенье или какой-то день. Я думаю, лучше придут сюда». Павел Игошин, Денис Тихонов, телекомпания «Арис». 23 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоялся традиционный открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы главы администрации Кумертау. На чемпионат съехались в общей сложности порядка ста юных спортсменов из Уфы, Стерли, Томака, Нефтекамской, Шимбая, Салавата, Агидели, а также Оренбурга и Оренбургской области. С каждым годом турнир становится все популярнее, число занимающихся в секциях увеличивается. Для занятий греко-римской борьбой созданы все необходимые условия. С ребятами работают опытные тренеры. «Наш турнир будет проходиться сегодня в один день. Сейчас начались у нас предварительные встречи. Они дойдут до полуфинальных встреч, после чего мы узнаем, какие ребята будут бороться в финале за первое-второе место. И пройдут утешительные встречи. Будет объявлен перерыв, и после перерыва уже пройдет борьба. Малые финалы, так называемые, борьба за третье место. И борьба за первое-второе место, основные финалы. В данном турнире у нас участвует около ста спортсменов из городов нашей республики и наших соседей Оренбургской области». Участников турнира поприветствовал глава администрации Борис Беляев. Он отметил, что с каждым годом мастерство борцов только повышается. Но их главная цель мероприятия – это воспитание молодежи. «Этот вид спорта является у нас опорным, развивается традиционным турниром, но я его с чего не называю, и очень гордимся тем, что на наш турнир приезжают ребята из ближайших районов республики Машкортостан, городов, в том числе и наши соседи из Оренбурга. Мы этому очень рады. В пользу случаях я хочу поблагодарить всех тренеров, которые стоят у истоков развития геохилипской борьбы, которые сегодня активно принимают участие в тренировке наших детишек, чтобы они проявляли себя как можно больше на соревнованиях». Поддержать спортсменов пришел основатель греко-римской борьбы в городе Кумертау мастер спорта СССР Николай Кашников. По его словам, этот вид единоборства в нашем городе развивается уже полвека. «Этот турнир, который сейчас проводится, он прям проводится ни на полном, ни на пустом месте. Здесь давние традиции, здесь измелька. И хотел бы готовить вам свое воспоминание тем, чтобы пожелать вам, во-первых, мужества, силы духа, ума на голове и достичь тех ребят, на которые вы способны физически и духовно». Состязания шли на двух борцовских коврах спортивного комплекса. Напомним, что греко-римская борьба – европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определенных технических приемов вывести соперника из равновесия и прижать лопатками ковру. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами, то есть зацепы, подножки, захваты ног кругами. И, конечно, для успешного выступления спортсменам требуется кропотливая подготовка. Нужно не только совершенствовать технику, необходимо отрабатывать и силовые упражнения. На ковре встречаются соперники разного уровня подготовки. Это позволяет участникам оценить свои возможности и силу. Один день соревнований равен одному месяцу тренировок, считают борцы. И пусть не всем дано стать победителями, воля и характер, приобретенные на борцовском ковре, обязательно пригодятся в жизни. Я первый раз участвовал на соревнованиях здесь. В прошлый раз занял первое место. Но это нелегко было. Из-за того, что соперники тоже как бы тренируются, у них тоже есть прогресс, как и у меня. Соперник был не из легких. Когда боролся, я накрылся из-за своей ошибки. То, что не перебрал захват, а бросил с таким захватом, с каким начал. Из-за этого я мог проиграть, если бы он накрыл меня. Не волновался перед встречей. А вот когда вышел, уже началось, тело трясется и начинает сердце стучать. Рината Гайсина, Ярослав Кондратьев, Денис Тихонов, телекомпания «Арис». Уважаемые горожане, дорогие наши читатели. Ни одно издание не может быть интересно всем на свете. Поэтому, делая газету для всех и обо всем, мы рискуем проиграть. С целью минимизации этого риска, сегодня расскажем вам о том, как быстро и без особых хлопот подписаться на единственное в городском округе государственное общественно-политическое издание газету «Кумертауское время». Подписаться на газету «Кумертауское время» можно как на почте, так и в редакции. Стоимость подписки в редакции на полгода через пункты распространения – 510 рублей. С доставкой до почтового ящика почтальонами – 840 рублей. Стоимость подписки на почте – 914 рублей. Также вы можете подписаться на электронную версию газеты «Кумертауское время». Это очень просто. Для этого необходимо зайти на сайт rbsme.ru. Здесь переходим в раздел «Подписка» и выбираем нужное нам издание. После в графе «Подписной период» выбираем первые полугодия 2019 года и добавляем в корзину. Далее переходим в корзину и кликаем на «Оформить заказ». В графе «Информация о покупателе» вводим свои данные – телефон, адрес, электронная почта, фамилия, имя, отчество. Далее выбираем удобный способ оплаты. Если вам необходима квитанция, то вы ее можете получить, перейдя в личный кабинет. Редакция газеты всячески поощряет подписчиков, предлагая специальные акции, такие как «Подари маме подписку», «Приз каждую неделю». А в текущую подписную кампанию объявили еще и о старте розыгрыша на велосипед среди своих подписчиков. Велосипед достаточно современный, 18-й скоростной. Условия нового конкурса просты. Для участия в нем нужно оформить подписку на газету «Кумертаусское время» не менее чем на 6 месяцев 2019 года и принести квитанцию в редакцию газеты. Обязательно следует указать контактный телефон для связи на обратной стороне квитанции. Розыгрыш состоится в декабре в конце подписной кампании. О дате розыгрыша мы дополнительно объявим. Кроме того, в конкурсе «Приз каждую неделю» в эту подписную кампанию разыгрывается не один-два приза в неделю, как было раньше, а целых шесть. Уважаемые горожане, сегодня не стоит вопрос, быть или не быть газете. Стоит вопрос, насколько газета «Кумертаусское время» будет самодостаточной, значит, интересной и свободной. А самодостаточной она станет, если будет востребованной. То есть, если вы, уважаемые горожане, подпишетесь на газету «Кумертаусское время». На связи предсцентр филиала «УГАТУ» в городе Кумертау. В Кумертау много выдающихся личностей, которые прославляют наш город даже за рубежом. В филиале «УГАТУ» состоялась встреча первокурсников с летчиком-испытателем Александром Сергеевичем Копейчиком. Александр Сергеевич родился 5 декабря 1945 года в Украине. В 1966 году окончил летное училище гражданской авиации «Булуга». Был оставлен в нем на должности пилота-инструктора. С 1969 года пилот Кумертаусского авиационно-производственного предприятия «Ан-2». Студенты увлеченно слушали рассказы Александра Сергеевича о его полетах и испытаниях и задавали интересующие их вопросы. С вами была команда пресс-центра «Филиал ГАТУ». До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»